Добрый день, Тюмень! Важно, как ты его привезла. Важно, что на этой неделе мы наконец-таки увидели солнце яркое. Ну а вот что, друзья, мы с вами увидим в ближайшие 60 минут в нашей программе. Одинокая мама. Как воспитать ребёнка счастливым? Витамин солнца. Где его взять, если солнца нет? Хочу, но не могу. Почему не удаётся похудеть? Воспитать сына настоящим мужчиной. Кто из родителей не мечтает об этом? Мечтают многие, но, получается, не у всех ленятся. Наши папы-то ленятся. А если не ленятся, например, а если папы нет? Бывает же такое, да? У нас по статистике сколько? Более 30% детей воспитываются в неполных семьях одинокими мамами. Ну тогда ещё сложнее. Как же воспитать сына без отца, чтобы он не вырос ни маменькиным сынком, ни тираном? Да, об этом мы поговорим с нашим экспертом. У нас в гостях педагог-психолог детского сада номера 158 города Тюмени. Победитель конкурса «Педагог-психолог года 2017» Елена Батищева. Елена Веруславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Милости просим. Для нас привычно, что роль отца, в отличие от роли матери в воспитании детей, всегда была такая менее заметная. Папе некогда, он на заработках. Но если мама обеспечивает сама семью, способная это сделать, так ли уж важно отсутствие отца? Для гармоничного развития личности ребёнка необходим как отец, так и мать. Потому что ребёнок – это одна половинка мама, другая половинка папа. И по своей гендерной роли мама не может ребёнку дать тот образец, который даст именно отец. Именно образец мужских качеств, мужской роли поведения. А вот всё-таки, смотрите, лучше папочка плохонький да свой или лучше вообще без папочки? Вот какой вариант из двух зол выбрать? Конечно, если присутствует эмоциональное, физическое насилие в семье, то лучше, когда такого папы не будет. И будет в семье спокойная эмоциональная атмосфера. То есть из двух зол, как всегда, выбирают меньше. Но всё-таки до трёхлетнего возраста ребёнок острота нуждается именно в маминой опеке, защите и так далее. Присутствие её всегда рядом. А вот когда он начинает ощущать вот эту потребность в отце? Особенно важно для него, чтобы папа рядышком был. Да, в каком возрасте? Вот здесь очень тонкий момент. Если до трёхлетнего возраста папа не участвует в жизни ребёнка, то откуда возьмётся эмоциональная близость? Откуда возьмётся крепкая связь с ребёнком? Поэтому важно, чтобы отец участвовал в жизни ребёнка сразу, с момента его рождения. И тогда это будет связь скрепнуть и расти вместе с ребёнком. Ну а то, оставшись без отца, чего лишается ребёнок? Образца мужского поведения, мужского взаимодействия с миром. Образца уверенности, образца силы. Ну хорошо, что думают тюменцы о роли отца воспитания мальчиков? Наши корреспонденты поинтересовались у них самих. Выйдем на улицы города. Мне кажется, роль отца воспитания мальчика – это показать ему пример, как себя вести, как быть хорошим человеком, как быть хорошим семьянином. Отношение к женщине, к семье, к маме – это очень важно. Он его должен учить тому, что преодолевать трудности нужно. Трудности, жизнь трудная, а семейная тем более. Надо терпеть, надо выходить из этого положения мирно. Он должен научить честность, мужество, воспитание самостоятельности. Как вообще быть мужчиной, чтобы он держал ответственность какую-то? За свои поступки, да? Да, держал своё слово. Вы согласны со всем, что услышали? Да, я согласна с тем, что я услышала. Очень интересные точки зрения. Понравились ответы про честность, про мужественность и про отношение к женщине. Да, кстати. А вот смотрите, отношение к женщинам. Когда мама остаётся одна с сыном, она же часто ему говорит, ну вот, сынок, ты теперь единственный мужчина в семье, ты главный, ты должен себя так вести, должен быть настоящим мужчиной. Вот это вот должен, это правильно? В какой мере это правильно? Вот здесь вот очень важно соблюдать чёткий баланс и давать ответственность ребёнку в соответствии с его возрастом. Потому что если ответственности слишком много, а ребёнок ещё слишком мал, то эта ответственность будет со знаком минус, а не плюс. То есть чётко разграничивать, что может ребёнок в данном возрасте, какую информацию до него родитель может донести, а какую следует придержать. Вот одинокая мать вынуждена, естественно, больше времени уделять работе, да, там, хозяйстве и так далее. Проблемы разные появляются. И часто она отдаёт ребёнка на воспитание своим родителям. Бабушкам, дедушкам, да. Вот чем это чревато, когда бабушка воспитывает пацана? Самое страшное – это потеря отношений с мамой. Это потеря вот как раз-таки эмоциональной близости, о которой я говорила в самом начале нашей беседы. И бабушки в силу возраста, в силу своих особенностей хотят залюбить и дать порой больше, и где-то ограничивают инициативность, самостоятельность, и порождается потом инфантильность и эгоизм. Не маменькина, а ещё и бабушкин, да, внучочек растёт, к сожалению. Известно, что лучше. А вот смотрите, в каком возрасте детки уже начинают задавать вопросы – мама, где мой папа? А почему там у Васи есть папа, а у меня нет? В самом разном. Зависит от ребёнка. Если ребёнок достаточно хорошо развит, он может уже и в два года, пойдя в детский сад, сравнить и спросить после, например, того же утренника на 23 февраля, а где мой папа? А может ребёнок и не спрашивать и до пяти, и до шести лет. Разное действие, разное восприятие мира. Что отвечать? Легенды там про полярников, про командировки. Ну, то есть, не дай бог никому в такой ситуации оказаться, но тем не менее. Что говорить? Это работает всегда. Если по какой-то причине не удаётся сохранить отношения с отцом, нет связи с отцом, лучше избегать совсем каких-то фантастических легенд, а говорить о том, что да, папа с нами не живёт, но папа тебя по-прежнему сильно любит. А почему нельзя сказать, что он герой-лётчик, что он что-то там такое сделал? Дети сейчас уже быстренько сообразят, что мама лжёт. А почему нет? Ну, почему? Потому ложь такая между ребёнком и родителем из недели. Вы совершенно правы. Уровень развития современных детей такой, что они это почувствуют и понимают достаточно быстро. Мама здесь тоже лжёт, он тебя любит. Тогда почему его нет рядом? Нет рядом, потому что в силу определённых обстоятельств он не может жить с нами. Я понимаю твои чувства, я понимаю, что тебе очень хочется, чтобы он был с нами, или очень хочется, чтобы у тебя был папа так же, как у Васи или Пети. Но он не может жить с нами, он тебя любит. То есть вот в свете тех событий, которые происходят в семье, этот ответ будет наиболее экологичным для ребёнка. Лучше быть настолько возможным, быть честным. Да, да. Ну, мама есть мама, она, естественно, не сможет заменить мужчину в семье. Вот кто может стать этим мужчиной? Мужчиной, который должен дать ориентиры нужные, да, должен стать наставником каким-то. Кто это может быть? Это могут быть ближайшие родственники. Это может быть дедушка, родной брат, мамы. Это может быть тренер, это может быть учитель. Это может быть пример родственников, которые проявляли наилучшие мужские качества, пожалуйста, семейные истории. Это может быть и пример каких-то любимых литературных героев, когда ребёнку пример ставится, и в нём буквально с рождения пестуется вот этот образ мужественности, честности, о которой нам сейчас говорили в опросе. И ребёнок постепенно это впитывает. То есть у него некий эталон уже есть, некий образец. А вот знаете ещё, ведь иногда мама становится не только мамой, но и папой. И чаще всего она как бы больше в мужскую роль, да, впадает. Начинает проявлять в себе какие-то мужские качества. Да, да. Вот это полезно для ребёнка или всё-таки мама должна быть нежной, красивой, заботливой, ласковой и милой? Конечно, нет. Это не полезно, потому что если мама становится властной, если мама становится жёсткой, категоричной, то у ребёнка может быть подавленная агрессия, обидчивость. У ребёнка могут развиваться такие черты, как инфантилизм, слабоволие, безинициативность. Как раз те черты, за которые сейчас многие современные женщины порицают мужчин. Они не берутся ниоткуда. Всё идёт из детства. Это мы их так, в общем-то, да, воспитываем такими. Полные, что и не в полных семьях тоже такое же бывает, когда мама главная, мама нагрузила на себя чемоданов и бежит как лошадь. Конечно. Никуда не бежим. Девочки. Девочками остаются. Не инфантильными, но всё-таки женственными. Смотрите, все люди учатся на собственных ошибках. Дети, наверное, тоже учатся, мальчики тем более. На ошибках родителей. Да, ну, на своих тоже. Вот смотрите, мама, естественно, жалеет ребёнка, да, и мама всегда расстраивается, когда с ним что-то происходит. Вот нужно ли по каким-то мелочам расстраиваться и показывать это сыну, что если он там упал, допустим, где-то, да, там с велосипеда, или что-то с ним произошло, то не особо страшно. Стоит ли вы так сильно переживать и трястись над ним? В первую очередь, если речь особенно идёт о мальчиках, следует мальчика похвалить за то, что он проявил смелость получить этот опыт, залезть на высокую горку, справиться со своим страхом, чтобы он знал, что он может преодолевать трудности. Ну, а потом вторая часть беседы проговорить, как можно избежать тех же самых ошибок. А вообще скажите, как мальчиков правильно хвалить? Это, конечно, опыт будет полезен и для полных и для неполных семей. Вот как мы их хвалим? Самая ценная похвала – это не просто мимолетом брошенная «молодец, здорово», а похвала, во-первых, выраженная от всего сердца, и похвала точечная. Вот вчера у тебя вот это не очень получилось или не получилось совсем, а сегодня, вот видишь, ты смог, ты преодолел здорово, ты повысил свой результат. То есть точечная по каким-то конкретным ситуациям. За достижения его хвалим. Не в целом ты клёвый парень, а ты хорошо там прибрал, хорошо метнул мяч и всё такое. И достижения, и личные качества тоже можно отметить. Вот про помощь мамам уже шла речь. Если, например, ребёнок проявил заботу, почему бы не отметить это качество? Мне так нравится, что ты такой внимательный, мне так нравится, что ты такой заботливый. Мне это очень приятно, для меня это очень ценно. А вот ещё оцените, пожалуйста, как психолог в Тюмени уже не первый год реализуется проект под названием «Шанс». Это когда неполные семьи, детки из неполных семей приходят в этот проект и подбирают себе наставника. Допустим, какого-то взрослого мужчину, который учит его чему-то мужскому. Если это девочка, то там не мама так, но так тоже старшая наставница. Вот это полезно, как вам кажется? Или проект закончился, а травма на всю жизнь? Я думаю, что полезен опыт, конечно, общения с наставником. И в то же время очень важно, насколько экологично потом происходит завершение этого проекта, насколько экологично введение в этот проект, чтобы ребёнок заранее знал, что это не навсегда, что это на определённый период времени, на какой период времени, как и когда это завершится. То есть вся максимальная полнота информации для того, чтобы ребёнку было потом действительно безопасно в эмоциональном плане из этого проекта выйти с максимальной пользой. А вы верите в то, что одинокая мама может воспитать настоящего мужчину? Конечно, и таких примеров очень много. Ну, смотрите, многие мамы впадают в неуверенность, панику какую-то, да, оставшись без мужской поддержки. Вот как это может сказаться на характере ребёнка, если она постоянно, да, показывает ему, что нам как-то не очень хорошо без паник. Ну, конечно, у нас же нету папы, там у Васи есть. Конечно, это может привести к комплексам неполноценности и к чувству повышенной тревожности, и к невротическим нарушениям, то есть к целому ряду таких неприятных проблем, потому что дети – это наше зеркало. У нас, слава Богу, не общество амазонок, и даже если в семье нет папы, найти парня-наставника и учителя вполне реально, а если одинокая мама растит не мальчика, а девочку. Как сказывается отсутствие отца на её становлении? Об этом через мгновение. Смотрите далее. Одинокая мама – одинокая дочь. Как не передать печальную эстафету? Вот, казалось бы, всё просто. Мальчишки – будущие мужчины, им нужна сильная рука рядом. А вот девочку, наверное, можно и без участия мужчины воспитать, ведь она берёт пример больше с мамы, так ведь? Вот так да не так. Что народ по этому поводу думает? Давайте посмотрим. Роль отца в воспитании дочери. Дочь тоже должна быть порядочной, я считаю. Как бы не вести себя вульгарно, можно так сказать. Любви мужчин. Должен научить любить мужчин. Тоже воспитание, как бы, ну, правильное. Роль отца в воспитании девочки, на мой взгляд, это показать, как правильно девочке потом себе выбирать мужа, чтобы, ну, как, своим хорошим отношением к ней он должен показать, как будущий муж должен к ней относиться так же. Опять же, своим отношением ко мне дочка как бы перенимает и свою жизнь уже в своей семье пытается строить по аналогии, допустим, с нашей семьей. Папа должен научить дочь свою постоять именно за себя, потому что без этого никуда. Свою дочь, соответственно, он должен учить тому, что то же самое, переносить трудности. Девушка, она ничего же не знает. Она знает, учится там, гуляет, все. Она не знает жизненных трудностей. Все родители кормят ее, одевают, обувают. Выходит замуж, и она сталкивается с трудностями, которые для нее как ком. Говорят, что отец для девочки – это первое и долгое время единственный мужчина в жизни. Так оно и есть. Но что, если папы-то нет? Продолжаем беседу с педагогом-психологом Еленой Батищевой. Елена, вот мы вместе с вами смотрели наш блиц-опрос. Что вы скажете? Правильное понимание у тюменцев складывается или нет с точки зрения психологии? Очень верно было подмечено, что благодаря папе девочка потом будет этот образ искать и в будущем мужа. Если папа ее уважал, если папа показывал ценность своей дочери, ее значимость, ее сильные качества, то вряд ли такая девочка согласится на отношения с мужчиной, который ее будет обесценивать. Вот смотрите, там кто-то сказал, что папа может даже научить девочку выбирать себе мужа. И защищать себя еще. Ну, защищать – это понятно. Папа должен учить защищаться, да, вот выбирать. Может, это мужское дело вообще? Ну, ориентируясь на образец отца, все равно девочка, если с отцом у нее были положительные отношения, эмоциональная связь, она будет искать положительные качества и в будущем мужа. Если отец – добытчик в семье, если он заботился о семье, то этот образ она будет переносить и на образ будущего мужа. А вот еще последний респондент сказал, они же ничего не умеют, да, выходят замуж и ничего не умеют. Ну, это же, наверное, не к папе претензия, да, уж готовить-то по день, должно маму научить. Скорее, это несколько предвзятое мнение, потому что девочки сейчас разные, и как раз-таки идет тенденция к тому, что они очень самостоятельные сейчас. Из-за чего иногда мужчины и возмущаются. Зачем же нам быть сильными, когда у нас такие самостоятельные и сильные женщины? То есть вы согласны, или, может быть, не согласны, я не понял, с тем, что бабушки, вот мамы, да, они закладывают в девочку сразу «должна это, то, пятое, десятое готовить, быть красивой, быть прилежной», там «должна, должна, должна, должна». Это правильно? Ну, так и мальчика тоже должна. Некий такой, да, набор определенных должност, долженствований, это и есть то, что входит в понятие гендерные роли. То есть девочка должна обеспечить дома будущая жена уют, тепло, должна заботиться о детях. То есть, да, конечно, вот эти долженствования она берет от мамы. Она берет вот образ мамы, как она была, как жена, как хозяйка, перенимает, либо не перенимает категорически, в зависимости от опыта, и притворяет жизнь уже в своей семье. Скажите, а если папа уходит из семьи, мама, дочка теряет папу своего, это вот прямо такая глубокая психологическая травма, или ее этой травмы можно избежать каким-то образом? К сожалению, развод – это всегда травма. И травма, которая затягивается порой не один год. У кого-то она происходит мягче, у кого-то заметно сразу, и люди вынуждены будут обратиться к психологу, у кого-то незаметно, но травма все равно есть, и ранка затягивается. Избежать этого можно, если развод сделать наиболее экологичным для ребенка, если заранее с ребенком проговаривать о возможных изменениях в семье, если родители не выносят ссоры, обсуждения личности друг друга перед ребенком, если они не проецируют свои чувства и обиды на ребенка, то тогда, конечно, эту травму можно немножко смягчить. Но все равно подготовиться к тому, что помощь ребенку потребуется, и максимальный такт, и максимальное внимание к его чувствам и его переживаниям. Если развод проходит тактично, гладко, то, в принципе, и сформировать образ положительный у девочки к мужчинам будет гораздо легче, да? Конечно. А вот смотрите, какая история. Мама учит девочку взаимоотношениям с мужчиной, как выбрать себе парня и так далее, а сама не может себе найти второй половин. Мама до сих пор одна, и дочь может сказать, ну ты сама... В подростковом возрасте, чему ты меня учишь, да? Да. Что делать? К сожалению, да, бывают такие случаи, когда обращаются к психологу уже мамы подросших дочерей и спрашивают, как быть в этой ситуации. Главное отвечать, что замужество – это не должно быть самоцелью и первой архиважной задачей любой девушки. Мама должна говорить о том, что в первую очередь она хочет, чтобы ее дочь была гармоничной личностью, состоявшейся, чтобы она была счастливой, чтобы ей было что дать этому миру, и тогда у нее появится кто-то в ее семейной жизни. А то, что не сложилось у мамы – это ее опыт, это ее жизнь. Дочь – это другой человек, это отдельная личность, и у нее будет свой опыт. Почему тогда часто бывает, что девочки из одиноких семей, из неполных семей, тоже организуют неполную семью? – К сожалению, идет повторение сценария. И пока девочка будущая, девочка-девушка не осознает, что она идет по этому сценарию, она его может повторять и с одним мужем, и со вторым мужем. То есть вот здесь важно осознать ошибки родителей, осознать их сильные стороны, взять на вооружение и начать работу над собой. То есть это вполне возможно, но требует определенных волевых усилий. – Естественно, маме, от которой ушел мужчина, не нужно вспоминать о том, что все мужики – сво, да, как говорится. Это просто запрещено. – Конечно, потому что как раз-таки такое отношение будет формировать страхи, будет формировать предвзятые отношения, ну и ни о каком счастливом браке быть не может. Тогда речи. – А вот смотрите, вы сказали о том, что папу для мальчика может заменить близкий родственник, тренер и все такое. А папу для девочки стоит ли заменять? Стоит ли искать, и кто может им стать? – Скорее дать мужское общение, потому что полностью заменить не получится. В отношении девочек работают те же правила. Это может быть какой-то близкий родственник семьи, который является образцом настоящего мужского поведения. Это может быть и учитель, и тренер. То есть работают те же самые правила. Главное, чтобы у девочки был перед глазами этот образец. А если есть кто-то из родственников, то это будет очень хорошо, потому что девочка будет знать, что кто-то есть, кто может ее и защитить в определенных ситуациях. – Давайте подытожим, да, такие три пунктика. Как вырастить счастливую, уверенную в себе, ну, уже не девочку, да, наверное, женщину все-таки, а из девочки. Да, это давать ей общаться с мужчинами какими-то… – Достойными. – Да, достойными. – Какими-то, какими-то вот как раз-то не надо. – Что еще? – А, достойными. – Воспитывать в ней женственность, подчеркивать ее женские качества, подчеркивать то, что она может давать другим, то, какой она может быть для других открытой, доброй, и в то же время подчеркивать то, что ее ценность заключается не только в том, что она потом будет чьей-то женой, но и реализуется в других сферах. – А хвалим мы девочку, если мальчика ты там хорошо сделал, а девочка ты моя принцесса, ты моя красавица, умница. – Ну, мальчика-то нельзя перехваливать в то же время, а девочку… – А девчонку можно захвалить, наверное, тоже? – У девочек тоже есть риск перехвалить, особенно если акцент делается только на внешности, то, к сожалению, если вдруг внешность с взрослением претерпевает какие-то изменения, то, соответственно, и крушение определенных надежд. То есть точно так же хвалить точечно и какие-то качества, и какие-то достижения, и какие-то поступки. – Говорят, пацанов сложно воспитывать, ну, Аль-то знает, а с девчонками, наверное, еще слабее. – Спасибо вам большое. – Спасибо вам. Смотрите далее. Если мама на нуле, чем лечить эмоциональное выгорание родителей? Сначала вы для детей бог, потом не бог, потом не бог весь что. Вот так вот можно описать этапы родительства. – С первым и вторым можно хоть как-то согласиться, да, но вот становиться не бог весь чем. Эта перспектива вообще не очень как-то. – И чтобы она не стала реальностью, далее будем говорить по-честному? – Не о том, как материнство прекрасно, это само собой. А мы будем говорить про бессилие, будем говорить про раздражение, про то, когда нет больше никаких сил. Что делать с этим? Мы расспросили кандидата психологических наук, перинатального психолога и маму четверых детей, Нателлу Колобову. – Нателла, я больше не могу. Меня все достали, я хочу все бросить. В первую очередь бросить своих детей, оказаться на необитаемом острове, в тишине. Вот вы поверите, если какая-то мама у вас на приеме скажет, нет-нет-нет, что вы, у меня тогда никакого не было, никогда в жизни я таких чувств не испытывала. Вы поверите этой женщине? – В первую минуту поверю, потом начну собирать, что называется, анамнез. И в конце концов мы выйдем на то, что все равно есть усталость, есть выгорание. Это абсолютно нормально. И я, как мама четырех детей, точно так же периодически говорю, все, устала, на море, хочу с мужем отдохнуть, хочу уйти в ресторан. Это абсолютно нормально, это признак того, что просто кончились батарейки. Мы, по большому счету, все невротики. Мы вот в этой гонке все находимся в большей или меньшей степени. И отсюда и появляется вот такое понятие, как родительский невроз. А по каким мы, Нателла, звоночком тревожным первым его можем определить у себя, диагностировать, если это возможно, конечно? Да, частая раздражительность. То есть раздражительность на ребенка, на мужа, на работе. То есть не просто периодически. Ключевое слово того, что еще нормально, это время от времени. То есть если время от времени, то это нормально. А если это частая раздражительность, частая усталость, часто я срываюсь на ребенка, часто я чувствую себя плохой мамой, то вот это уже признаки невроза. Скажите, если эмоциональное выгорание, родительский невроз, это все-таки как диагноз, как болезнь, какие стадии у него должны быть, чтобы понаблюдать за собой, за своими... Ну, можно... Мне очень нравится в этом плане, как описывает Петрановская, Людмила Петрановская, знаменитый наш психолог, который очень хорошо популяризирует идею привязанности, и концепцию привязанности. Она говорит, что нужно ответить для себя на три вопроса. Первый, если вот... Что происходит? Женщина говорит, я чего-то не додаю ребенку, надо поднапрячься и еще что-то сделать. Это первая стадия. Это такая стадия, когда я мобилизую все силы. Это первая стадия выгорания. Вторая стадия, она говорит, ох, мне все устали, я устала, меня все достали, мне уже надоело, я не могу, но я все равно буду через не хочу. Это уже такая астеническая стадия, потому что я должна. А третья стадия, когда мама на все уже забивает, она ложится на диван, говорит, все, у меня больше вообще нет сил. Но это уже когда... Ну, такая депрессивная стадия, это уже крайняя, да, когда она уже... У нее даже нет ресурсов встать и что-то там сделать. Но это правда крайняя депрессивная стадия, хотя далеко не все до этого доходят. Многие читают книги и интернет и понимают, что нужно вкладываться в себя. То есть уже на первой, второй стадии, то есть на стадии мобилизации и на астенической стадии нужно начинать восполнять ресурс, собственно. Именно что и как делать, когда обязанности из тебя никто не снимает, а ресурс уже на исходе и передышке никакой не предвидится? Вот что наши первые действия должны? Первый шаг – осознать, что да, я, похоже, выгораю. Ну, то есть вот в психологии есть понятие – осознанное чувство уже снимает напряжение. То есть когда я осознала и проговорила, и всем близким вокруг сказала, что, похоже, я выгораю, я не справляюсь, я устаю, вот это уже первый шаг к исцелению. Второй шаг – разделить ответственность за ребёнка. Потому что большинство мам чаще всего берут на себя всю ответственность. Особенно если ребёнок маленький, я не буду папе доверять, он неправильно обходится, он неправильно покормит, он не знает, как подгузник надеть. Бабушкам не доверяют очень многие, потому что с бабушками, там, с собственными матерями конфликты или ещё что-то. И женщина говорит, я всё на себя возьму. В первой стадии после родов там часто бывает эйфория, да, то есть, о, ребёнок, особенно первый, я там всё могу, и вот эта женщина берёт на себя слишком много. А потом она по привычке перестаёт делегировать. Так вот вторая стадия – это начать разделять ответственность. Находить помощников, няню взять, на какое-то время оставить папу с ребёнком, бабушку с ребёнком и просто уйти из этого пространства. А вы не допускаете, что папа-то сильно не захочет с ребёнком оставаться, не захочет этот чемоданчик принимать, и ещё один семейный конфликт будет? Да, это уже вопрос семейной психологии, семейной терапии, взаимоотношения в паре. Потому что ребёнок – это проект двоих. Семья – это партнёрство, и мы оба вкладываемся в ребёнка. Понятно, что папа работает, папа много там чего делает, приносит кусочек денежек, да, мамонта приносит. А мама в это время свою вахту отстаивает, да, она дома точно так же трудится. И когда папа возвращается со своей вахты, мама тоже на своей вахте остаётся. И вот уже вечером мы вместе вкладываемся в ребёнка. И это вопрос договорённости. Если в отношениях есть фундамент – любовь, да, если хотят друг для друга что-то делать, то они понимают, что мы должны оба вложиться, чтобы баланс сохранялся. Если баланс нарушается, или в одну, или в другую сторону, чаще в сторону матери, да, она больше вкладывается. То есть копится обида, копится вот такой банк горечи, да, и потом это вырастает в истерике или в конфликты очень много. Значит, первое – признаём проблему, второе – делегируем полномочия. И третье – находим свой ресурс, который именно меня восполнит. Например, это что может быть? Кому-то помогает просто прогулка по парку, по городу в одиночестве. Очень важно, да. Вот очень важно, чтобы было некое пространство уединения, потому что маленькие дети, они такие оккупанты, то есть они на 9 месяцев наше тело сначала, да, потом они несколько месяцев, кого-то год-полтора-два едят нас, да, и у женщин есть такое уже явление – затроганность, да, то есть у женщины теряются личностные границы, телесные границы, то есть а если детей несколько? Ну, то есть женщина утром встаёт, встаёт в плите, думает, сегодня я буду хорошая мама, я всем сварю кашки, и тут начинается – мам, мам, а это, а то я покакал, а я хочу пить, и вот эта задёрганность, затроганность телесная, да, она формирует такое напряжение телесное, и очень важно уйти из этого пространства, выйти из дома, выйти куда-то в уединение. Перезагрузку какую-то такую. Перезагрузку, да. Кому-то, наоборот, помогает женский круг. Это очень мощный ресурс – уйти с подружками в кафе и нахохотаться, наболтаться, наговориться, вот просто не про детей там, и про деньги, и про шмоточки, и про мужичков, и про всё-всё-всё на свете. Ну, то есть женский круг, он очень целительный, особенно, когда мы посмеёмся. Кому-то помогает спорт. Тоже уходить в зал, и через физическую нагрузку, через спорт выходят у нас результаты распада нехороших гормонов. Вообще есть такое правило. Правило 5С, что называется, когда накрыло. 5С. Это техники самопомощи. Сон. Высыпаться нужно обязательно. Вот просто обязательно. Сон, смех, спорт, секс и слёзы. А слёз-то почему? Потому что женщине очень важно периодически сбрасывать это напряжение. Она со слезами у нас выходит? Ну, тоже вместе с потом и со слезами у нас выходят распады плохих гормонов, гормонов стресса, так называемых. То есть периодически поплакать очень полезно. Но желательно не в присутствии мужчины, потому что мужчина сразу берёт ответственность на себя. Это я какой-то не такой, он в чувство вины впадает. Ещё одна проблема будет. Да, я не сделала свою женщину счастливой. Я, наоборот, делаю её несчастной. Лучше без мужчины там, либо в кругу подруг, либо в ванной, там, тихонечко, либо на приёме у психотерапевта. Это вообще зацелительно. Поплакать. То есть нашим мужчинам, скажем, если ваша жена говорит, что я хочу посидеть с подружками, пойти в магазин или просто поспать, лучше разрешите это сделать. Сделать из неё счастливую жену и счастливую маму, потому что всем это воздастся потом стократно. Потому что если женщина на выгорании, прилетает всем. И детям, и мужу, и всем вокруг. Мамочки, нашим деткам не нужны идеальные мамы, нашим деткам нужны достаточно хорошие, довольные и счастливые мамы. Это правильно было? Это правильно. Спасибо большое. Смотрите далее. Витамин Д. Опасная мода или жизненная необходимость?